Производство роботов Тесла принесет больше денег, чем выпуск автомобилей. Роборуку с магнитом приспособили для удаленных эндоваскулярных операций. Линкольн представил концепт электровнедорожника Стар, премиум уровня. Об этом и многом другом далее. Обязательно подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Илон Маск возлагает большие надежды на производство его компаний человекоподобных роботов, анонсированных в прошлом году. По его мнению, этот бизнес будет стоить больше, чем автомобильный бизнес. Еще одним крупным источником дохода для Тесла станут робот-акси, но об этом позже. Робот-Оптимус с ростом 177 см, созданный с опорой на последние разработки Тесла в области нейронных сетей и суперкомпьютер-Доджо, предназначен для выполнения рутиной человеческой работы в производстве, а также и в быту. Ранее Маск сообщал, что новая волна продуктов, таких как Оптимус, будет представлена в 2023 году. В ходе недавнего отчета о результатах работы в первом квартале 2022 года Маск рассказал, что Тесла продолжает работу над совершенствованием робота-гуманоида. Я был удивлен, что люди не осознали масштабы программы роботов Оптимус. Важность Оптимус станет очевидной в ближайшие годы, отметил Маск. Также он подчеркнул, что этот бизнес принесет компании больше дохода, чем выпуск электромобилей и продажа технологий автопилота. Теперь давайте обсудим робот-акси Тесла. До недавних пор компания делала упор на использование в составе парка роботизированных такси серийных электромобилей марки, которые при этом даже могли иметь частного владельца. Лишь в этом году Маск заявил, что к 2024 году компания собирается наладить выпуск специализированного транспортного средства, управляемого автоматически. По его словам, проехаться на таком такси будет возможно с меньшими затратами, чем на автобусе. Теперь давайте познакомимся с новинками из мира электромобилей. Бренд Линкольн после серии не вполне внятных тизеров, наконец, представил концепт нового электрического внедорожника Star. В ходе мероприятия, прошедшего в Лос-Анджелесе, производитель поделился планами будущей электрификации транспорта. Ожидается, что в рамках проекта Star Concept три модели Линкольн представят к 2025 году, а еще одну в 2026. Линкольн Мотор Компани является американским производителем машин премиум уровня, полностью принадлежащим Ford Motor Company. Ранее компания прославилась роскошными седанами вроде модели Континенталь, а в последнее время все чаще ассоциируется с внедорожниками вроде модели Aviator. Наконец, производитель представил концепт Star и обнародовал планы производства новинок в ближайшие несколько лет. Точные спецификации машины пока отсутствуют, но теперь будущие покупатели могут оценить дизайнерскую концепцию, которую предполагается воплотить в электромобилях будущего. В число ключевых функций Star входит уникальный дизайн, начиная с системы оповещения до звуковых схем. Новая система Intelligent System, которая позволяет взаимодействовать с другими автомобилями и цифровой инфраструктурой, а также содействовать водителю, вплоть до самостоятельной парковки без участия человека. Просторный салон получит обтекаемые сидения с подставками для ног и отделениями для обуви, стеклянный охладитель напитков между задними сидениями, большой панорамный дисплей на передней панели и обособленные дисплеи на спинках передних сидений. Также машина получит необычный передний багажник с электрохроматическим стеклом, которое способно менять прозрачность. Lexus представил первый электромобиль бренда, разработанный с нуля. Представленный электрокроссовер построен на основе колесной базы длиной 2,8 метра. При этом габариты авто составляют 4,8 на 1,8 на 1,6 метра. Электромобиль оснащается 18-дюймовыми колесами. Источником питания служит блок аккумуляторных батарей емкостью 71,4 кВт-часов. Согласно имеющимся данным, электрокроссовер может проехать без подзарядки около 450 километров. В авто реализована новая система активного полного привода Direct4, которая оптимизирует распределение тяги между колесами на основе данных, получаемых от размещенных в конструкции датчиков. По словам разработчиков, данная система обеспечит превосходные ходовые качества и более тесную связь между человеком и машиной. На приборной панели разместился 14-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, а сама информационно-развлекательная система поддерживает управление с помощью голосовых команд. Базовая версия электромобиля будет поставляться со стандартным рулевым колесом, но опционально будет доступно рулевое колесо, напоминающее штурвал. Вместе с этим Lexus объявила намерение сформировать полноценную линейку автомобилей на электротяге к 30-му году, а еще через 5 лет после этого полностью отказаться от производства машин с двигателями внутреннего сгорания. Что касается данной новинки, то ее производство должно начаться позднее в этом году. Розничная стоимость пока не озвучена. Инженеры из МИАТИ разработали систему для дистанционного проведения эндоваскулярных хирургических операций. Она состоит из манипулятора с постоянным магнитом на конце и электроприводов для управления движением намагниченного хирургического инструмента внутри кровеносных сосудов. Хирургические манипуляции выполняются полностью удаленно с помощью пульта и контролируются в реальном времени с помощью рентгеновского аппарата и ангиографии. Испытания показали более высокую безопасность магнитной системы управления в сравнении с ручными операциями. Инженеры надеются, что их разработка повысит доступность качественной и быстрой хирургической помощи для пациентов с заболеваниями кровеносных сосудов. Основным компонентом системы выступает медицинский манипулятор фирмы Кука, имеющий 7 осей вращения. На конце манипулятора закреплен постоянный неодимовый магнит цилиндрической формы диаметром и высотой 100 миллиметров. Роборука может перемещаться вокруг пациента, а магнит на ее конце поворачивается и отклоняется в разные стороны, оказывая с помощью магнитного поля воздействие на хирургический инструмент с магнитными элементами. Таким образом робот управляет инструментом и выполняет необходимые манипуляции внутри организма. На этом у меня все, спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца, обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Оставляйте свои комментарии внизу с обратной связью и обязательно подписывайтесь на все наши полезные проекты, ссылки на которые вы найдете в описании. Ну а с вами был Андрей, канал InStarting новости, не переключайтесь, увидимся в следующем выпуске, до скорых встреч!